Пустые бутылки и банки из-под краски, картонные коробки из-под электроники, остатки гипсокартона и даже старая дверь. Весь этот хлам жители девятиэтажки копили здесь годами. Под кучей строительного и прочего бытового мусора ступеньки даже не видны. Где-то здесь скрывается запасная лестница, ведущая с девятого по второй этаж. Эх ты, что это такое? То есть вы не сможете никогда отсюда? Ой, а сверху как пойдут? Как у них тоже самое наверху, на девятом этаже. Вообще, я не знаю, чью это. Многие жильцы о возможности аварийной эвакуации в своем доме и не подозревали. Ведь здесь ни указатели, ни свободного прохода. Сотрудникам отдела профилактики пожаров удалось обнаружить одного из владельцев строительного мусора. Уберем, уберем. То есть это ваш мусор? Ну, строительный. Ну да, наверное. То есть это, ну, сами понимаете, что это группа нарушения правил пожарной безопасности? Надежда Александровна признается, жить без ИВАКа выхода страшно, но им и на других этажах вряд ли получится воспользоваться по назначению. Этажом ниже путь к спасению прегражден конкретно. Проход загорожен чьей-то швейной машинкой. На площадке самого ИВАКа выхода старая дверь. Жильцы говорят, соседи вынесли сюда все это добро на время ремонта. Но у кого есть гарантии, что это будет убрано? Ниже на этажах все двери к аварийным выходам и вовсе закрыты на замке. Почему? Я вам скажу. Здесь жили бомжи. Потому что они там лазили, понятно. Да, жили бомжи, ели выкурили оттуда всех. Они там уже настелили себе, прямо дома сделали. И картон всяких, вон, с помыки. На седьмом этаже замок на двери появился еще в девяностые. Те, кто его повесил, давно здесь не живут. И где теперь искать ключи, соседи не знают. Эвокуационный путь ведет с девятого этажа сюда, на второй. Но и здесь дверь на замке. Его на дверь повесила Татьяна Павловна. И честно призналась сотрудника в погонах. Убирать его она не собирается. Хорошо. Торговый центр проверяйте лучше, где горючие материалы. А у вас здесь нет горючих материалов? Нет. Представляете, нет. Представляете, есть. Нет. На каждом этаже шкафы стоят, мебель, это все горючие материалы. У нас там только банки, они не горят. А сам шкаф что, не горит, что ли? Это понятно, у вас есть куда эвакуироваться, а верхним этажам. Прыгать из окон? Конечно. Здорово. И ломать руки, ноги, да? Да, да, да. По лестницам, по канатным спускам. Не волнует бабушку и сообщение от управкомпании. Жильцам рекомендовано освободить проход от завалов и снять замки в срок до 20 апреля. Иначе специалисты сделают это сами. Выбросят все вещи и срежут запорные конструкции. Органы же профилактики рекомендуют не ждать беды и начинать жильцам действовать уже сейчас. Им необходимо обратиться с письменным заявлением в отдел надзорной деятельности по данному району. То есть написать письменное заявление и указать в нем все нарушения, которые были ими замечены. Далее выходит инспектор по данной жалобе и проверяет, имеется ли факт данных нарушений. Уже вставляются протоколы об административных правонарушениях, если данные нарушения были выявлены. Наш информационный материал также будет передан в органы государственного пожарного надзора с целью инициирования внеплановой проверки. Согласно статистике, большинство пожаров в черте города происходит именно в многоквартирных домах. Последний случай был зафиксирован в субботу. В доме на Фасяново загорелся балкон. Обошлось без жертв.